Здравствуйте, в эфире телеканал ННТ Новости Дагестан, студия Эльмира Зубаирова. Смотрите сегодня в выпуске. Большая облава на фальшивомонетчиков. Силовики провели задержание сразу в 8 регионах России, в том числе и в Дагестане. Будет где припарковаться, но за деньги. Власти Махачкалы планируют к концу года открыть платную стоянку для автомобилей. Виртуальная гребля. О каких соревнованиях речь, узнаем в спортивном блоке новостей. ФСБ и МВД России выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 миллиардов поддельных рублей в год. Установлено, что сеть действовала на территории 8 субъектов страны, в том числе и в Дагестане. Производство было четко отлажено и разделено на несколько этапов. В ходе следственных действий оперативники изъяли более 20 миллионов рублей фальшивок, полиграфическое оборудование и специальную бумагу с нанесенными на нее водяными знаками. Блестящие ленточки, это что такое? Это ленточки, да, где написано 5 тысяч. Водяные знаки печатали на бумаге, там два слоя получается, когда эта ленточка подсоединена, два слоя, виды бумаги подсоединены остаются. На одном месте водяной знак. Все это направили на экспертизу. По делу арестованы 24 человека. По местам проживания задержанных и в арендованных бандой квартирах провели свыше 100 обысков. Силовики задержали сразу двух высокопоставленных сотрудников МВД по Дагестану. Начальнику следственного управления Руфату Исмаилову и его заместителю Долгату Абдулгапурову вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сотрудники Центрального аппарата ФСБ и Главного управления Следственного комитета России провели обыски у подозреваемых. Обоих фигурантов этапировали в Москву, где суд изберет им меру пресечения. Дагестан не опять основа в аутсайдерах. На этот раз наша республика заняла предпоследнее 84 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Исследование провело агентство РИА Новости. Выяснилось, что снять типовую двухкомнатную квартиру на сегодняшний день могут только 16% семей, воспитывающих двух детей. При этом доход супругов на оплату жилья и повседневные расходы должен составлять 90 тысяч рублей в месяц. Хуже всего по стране ситуация обстоит в Кабардино-Балкарской республике. Она на 85-й позиции. В Махачкале на улице Магомеда Гаджиева проводятся работы по улучшению ламп освещения. Часть из них будут отремонтированы, остальные заменены. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, за несколько дней на данном участке уже восстановлено порядка 30 светильников. Работа в данном направлении будет продолжаться. Первую платную парковку откроют в Махачкале до конца года. Появится она возле рынка номер 2. Такое поручение дал глава города Юсуп Умавов. Планируется создание стоянки машин на почти 500 мест. Час парковки обойдется в 50 рублей. Пока проект пилотный. Первым делом его реализуют на улицах Батырая, Толстого, Каркмасова и Абубакарова. Спустя 4 месяца будет принято решение о внедрении системы и в других локациях столицы. 11 сборов на сумму более 3 миллионов рублей закрыл благотворительный фонд «Инсан» за прошедшую неделю. Помощь была направлена на восстановление жилья пострадавшего в результате пожара, а также для тяжелобольных детей. Одна из них – маленькая Самира, у которой диагностировали синдром Дэнди-Уокера – умственная отсталость и врожденный порог мозга. Девочка постоянно проходит обследование и курсы лечения. На оплату реабилитации у родителей просто не было возможности. И ее Самира получит благодаря неравнодушным дагестанцам. И к новостям спорта. В плаве на тренажерке в Махачкале в спортзале стадиона «Труд» подвели итоги Кубка Дагестана по такой дисциплине, как гребля «Индор». Впервые соревнования посвятили память спортивного журналиста Магомеда Канаева. Тему продолжит Курбан Рагимов. Механический звук натянутых тросов вместо плеска воды. Закрытое помещение вместо реки. Так в республике открывают зимний сезон гребного спорта. Кубок Дагестана собрал около 200 участников. Это дети, взрослые, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Зимой все спортсмены академической гребли, предвещения, переходят на спортзалы, на тренажеры, чтобы форму поддерживать. А мы с этих соревнований начинаем отбор к чемпионату и первенству России 2024 года. Мы с самого начала развития гребного спорта стали уделять внимание, чтобы ребята с ограниченными возможностями тоже могли участвовать в этих соревнованиях. И сегодня 8 спортсменов будут участвовать, как и прошлые соревнования. Плюс еще добавились со слабым зрением ребята, 4 человека, и завтра они будут участвовать. Поэтому наши двери открыты для всех категорий населения, и мы рады всех принимать у себя. Работа на виртуальной лодке требует высокой самоотдачи, побеждают скоростные и выносливые. В самых главных категориях доминировали военнослужащие Каспийской флотилии, а также представители разных спортивных дисциплин. Для них гребли на тренажере – отличное средство для поддержания себя в тонусе. О высоком потенциале наших спортсменов говорили на церемонии открытия. Также здесь вспоминали журналиста Магомеда Канаева, внесшего большой вклад в развитие спорта в регионе. Хочу поблагодарить Федерацию гребного спорта Республики Дагестан, Российской Федерации, всех тех, кто оказывает поддержку в развитии гребного спорта, всех, кто сегодня вспомнил Магомеда Канаева, тех, кто предложили организовать мероприятие, а всем участникам соревнований успехов, и чтобы эти соревнования послужили дальнейшему развитию гребного спорта в Республике Дагестан. Спасибо всем и удачи нам на этих соревнованиях. Хочу поблагодарить Федерацию за то, что провели эти соревнования в памяти моего отца. На самом деле, мой отец, спортивный журналист Магомед Канаев, посвятил всю свою созначенность здесь для прославления спорта в Республике Дагестан. Он одинаково, реально относился ко всем видам спорта, любил их, несмотря на то, что всегда борьба в нашей Республике являлась главным видом спорта. Мы не видели его ни по выходным, ни по рабочим будням. Он всегда был на соревнованиях, он всегда был в жизни, в спортивной жизни нашей Республики. Я всегда говорю, и все члены нашей семьи, что мы его чаще видели по телевизору, чем дома, на соревнованиях, чем дома. По этой новой для нас дисциплине уже давно проводятся чемпионаты и первенства мира. Поэтому для дагестанцев гребляндор может стать не просто хорошим тренажером. При правильном подходе победы на крупных турнирах всего лишь дело времени. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в социальных сетях. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова